Как сосуды чистят? Главное и от него двигаться к второстепенному. Вот мои рассуждения о вашем вопросе. Когда на венах бугорки, это в 90% случаев, следует заметить, что они разные у каждого человека свои. Это говорит о нарушении венозного кровообращения. Чаще всего она нарушается в печени. Возникает так называемая портальная гипертония. Поэтому надо в первую очередь чистить ее. И в целом это нормализует общее кровообращение. И в особенности венозное. Кровь не застаивается из-за плотины в печени. Ее отток улучшается. И она меньше давит на стенки вен. Что в целом благоприятно на них влияет. И бугорки исчезают. Второе. На венах ног имеются специальные клапаны. Которые работают лишь тогда, когда человек ходит. Во время ходьбы мышцы сокращаются. И кровь продавливается вверх. А клапаны захлопываются. Не дают ей течь вниз под действием силы тяжести. Так физиологически приспособлено нормальное венозное кровообращение в венах ног и рук. Но если человек двигается мало, то эти механизмы не работают. И кровь должна подниматься вверх самотеком. А для того, чтобы это происходило, нужно создавать там давление. Представьте, артериально кровь идет в ноги. Пройдя через капилляры, должна в венах ног скопиться, чтобы из-за образовавшегося давления самотеком подниматься вверх. Вывод. Ходить надо больше. Третье. Плохо работает диафрагма. Ее называют венозным сердцем. Она как поршень движется вверх и вниз, при этом присасывает венозную кровь к сердцу. Вывод. У вас плохо с дыханием? Неправильно дышите? Четвертое. Загустевать кровь может от неправильного питания. Употребление продуктов, которые делают кровь вязкой. Надо и этот вопрос рассмотреть и подкорректировать при надобности. Я как-то уже говорил, что делает кровь вязкой. Можете посмотреть в видео. Пятое. Портить вены могут и паразиты. Хламидии и прочая зараза. Норовят образовать холестерин. Испортить стенку сосуда. Особенно это возникает тогда, когда человек лечился антибиотиками от простуды и прочих заболеваний. Бактерии прячутся в таких местах, куда антибиотики не проходят. И там живут в виде колоний, разрастаясь и делая выпячивание. Они весьма любят стенки кровеносных сосудов. Вот теперь, исходя из ранее указыванного, можно подбирать мероприятия по нормализации, но не чистке своих вен. То есть, как нормализовать кровообращение. Это не значит, что именно сосуды мы чистим. То есть, люди не понимают. Чистота сосудов и нормализация сосудов. Это две разные вещи. Итак, это же касается любого иного. Очищение, лечение, оздоровление. На своем теле вы видите и чувствуете конечный результат скрытого болезнетворного процесса всего организма, который лишь просигналил об этом в данном месте. Поэтому не спешите лечить это место, а поймите истоки и подберите средства, устраняющие причины. Вот чем надо и заниматься. Вы зашли на мой канал Малахов ПРО. Канал имеет несколько направлений, которые отражены в соответствующих плейлистах. Целебная кулинария. Рассказывает о том, как продукты питания можно использовать для лечения и укрепления собственного организма. Природная косметика. Как с помощью естественных продуктов от Матушки Природы сохранить свою красоту на долгие годы. Лунный цикл и народные приметы. Каждый день несет свою особую энергетику и особенности, которые надо правильно использовать, чтобы преуспеть в жизни. Библиотека. Здесь вы можете бесплатно посетить написанную мной авторскую библиотеку здорового образа жизни и узнать, как работают те или иные средства оздоровления. А также разработать свою собственную систему оздоровления. И что важно, задать интересующий вас вопрос. И кроме указанного, посмотреть другие плейлисты, в которых я рассказываю о своем опыте. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok